Да потечёт что-то по трубам. Начинаем! Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Баба Лама. Сегодня мы поговорим о таком жанре литературы, который, наверное, лично для меня не свойственен в прочтении. Я отдаю предпочтение другой литературе, и это вовсе не значит, что я считаю, что, например, романтика, про которую мы сегодня будем говорить, как-то хуже тех жанров, которые я выбираю для себя. Просто меня к ним не тянет. При этом я хочу сказать о том, что я считаю себя романтичной натурой, и когда есть какая-то любовная линия в повествовании либо в сюжете сериала, фильма, мне всегда очень приятно, если она, конечно, меня устраивает по некоторым параметрам. При этом я также спокойно могу посмотреть какую-нибудь мелодраму, сериал больше. Я представляю себе в голове всякие телефильмы, телесериалы, по-домашнему, «Россия-1», которые я смотрю с бабушкой и мамой. И, в принципе, например, если это турецкий сериал, тоже там есть любовная линия, и она, скорее всего, будет центральной сюжеткой. Для меня тоже норм. Но в книгах я как-то предпочитаю другое, и могу по пальцам пересчитать те любовные романы, которые я читала, и мне понравились. И, кстати говоря, в следующем видео мы будем говорить про литературу, которая может подойти новичкам. И как раз там будет несколько таких книг. Но сегодня я хочу обсудить одного автора российского, который, к сожалению, скончался в начале этого года, но мы об этом тоже сейчас немножечко скажем. Мы не забываем, я, постоянный ведущий данного подкаста, и еще также моя кукуха. Поэтому здесь мы вдвоем. Поэтому иногда я говорю «мы», а это не значит, что я ЧСВ усвоили. Потому что легче уже сказать, что ты совсем куку, чем то, что ты ЧСВ. Что хочу сказать. Мы сегодня, помимо того, что обсудим две работы автора, которые между собой взаимодействуют, потому что это диалогия, я также скажу о том, какую я для себя, например, могла бы выбрать альтернативу, если бы мне все-таки хотелось почитать что-то романтичное и с примерно похожим тропом от ненависти к любви. Но давайте начинать. Как вы, наверное, уже увидели и по заставке, и по названию, мы будем разбирать Анну Джейн и ее диалогию «Восхитительная ведьма». Это первая книга, и «Влюбленная ведьма» — это вторая книга. Я их прочитала обе. Чередуя с аудиоформатом, я уложилась где-то, по-моему, в три или четыре дня. Для меня это рекорд даже для аудиоформата, потому что все-таки книги достаточно большие, и, чтобы вы понимали, по-моему, в каждой... Я посмотрела специально, потому что я читала в электронном виде, посмотрела в печатном виде, сколько страниц. В первой — 544, во второй — 480. Думаю, от издания может цифра варьироваться, но, тем не менее, мы будем ориентироваться на то, что в совокупности в обеих книгах около тысячи страниц. Опять же, я могу сказать о том, что аудиокнига лично в моем понимании данной истории сыграла, наверное, даже в плюс, потому что был очень приятный чтец, девушка безумно классно обыгрывала диалоги, играла со своим голосом. Но давайте поговорим уже о книгах. Что я заметила? Я, значит, посмотрела, когда они были написаны и выпустили их, как я понимаю, в 19-20 году, написаны они были в 18-19. И если вы будете их сейчас читать, вы увидите небольшую разницу. Ты понимаешь, что это немножко раньше нынешних времен, хотя, как я поняла, я погуглила, погуглила, и это называется «Современный любовный роман». То бишь, это реализм, и мы погружены по факту во времена, когда писался этот роман, либо на несколько лет раньше. У нас есть главная героиня, давайте мы немножко про сюжет поговорим, кто не знает, либо, если читали, немножко забыли, Татьяна Ведьмина. Она учится в университете, ей 22 года. Действие происходит во время зимней сессии, ну, даже чуть раньше. Значит, она из достаточно обеспеченной семьи. Я предполагаю, там не называется город, но явно, что это город-миллионник. Мне кажется, что это какие-то северные города по типу Тюмени, Оренбурга, Омска, может быть, это Новосибирск, либо это Екатеринбург. Вот у меня тоже была такая мысль. Она учится на экономиста. У неё в семье есть мама, папа, бабушка, брат младший и сестра. Младший брат — это просто моя любовь. По-моему, его зовут Тео, кажется, так. А, нет, Арчи, Арчи, он Арчибальд. Арчибальд. Я такая, ничего себе, кронят, что ли? Ну, ладно. Старшая сестра, на самом деле, очень инфантильная дама. С ней будет своя сюжетная линия. В принципе, я не буду пересказывать сюжет на всех. Думаю, что стоит сказать именно про основную. Ну, а основная у нас — это любовь любовная. Любовью погоняет. У главной героини есть друзья. У неё есть лучшая подруга из университета и друг, который ухаживает за этой её подругой. И у неё есть... Боже мой, сейчас хоть бы не оглохнуть. Врагиня. У меня это слово, оно поражает до глубины души. Я не понимаю, зачем нужно было бы её использовать, потому что во всех остальных ситуациях феминитивы не используются. Опять же, каждый делает, что хочет. Главное, меня не надо убеждать в том, что это правильно с точки зрения русского языка. И чтобы я тоже так говорила, иначе я кого-то оскорбляю. Вы меня тоже оскорбляете тем, что коверкаете русский язык. Соответственно, мы определились, что автор написала так, но я дальше буду говорить недоброжелательница, враг, соперница и другие слова, которые приемлемы в данной ситуации, при этом передавая тот же самый смысл. Эту девушку зовут Василина Окладникова. Кстати, я забыла, по-моему, сказать, что Таня, она Татьяна Ведьмина. Поэтому она вот и восхитительная ведьма, и влюбленная. И вот у Василины, у нее был молодой человек, про которого узнала главная героиня, и она волей судеб, совершенно не специально, если что, это не ирония, увидела, как они расстаются, и решает в одночасье, буквально за пару секунд, что она отобьет этого парня, даже не то, что отобьет, просто займет место Василины и составит ее побеситься. При этом для меня совершенно непонятна вот эта позиция того, что ты хочешь поиграться каким-то мужчиной в угоду своих развлечений, и в том числе, чтобы насолить своему врагу. Для меня это так странно, но хорошо. Конечно, плохо, и у меня, в принципе, главная героиня первой полкниги бесила, потому что мне вообще не близок ее характер, ее манера действий по отношению ко всем окружающим. При этом она очень обижается, когда ее называют избалованной девочкой. Типа, мол, она не такая. Заюш, ну, ты такая. И вместо того, чтобы говорить о том, что хотя нет, она, в принципе, не стыдится денег своего отца, просто вот это ей неприятно. Ну и что, кому-то неприятно в бедности жить. Ну, если говорить про сюжет, то она знакомится с избранником своего врага. Его зовут Олег, и фамилия у него Владыка. Да, короче, я чувствую, у них тандем просто заебенный. Им, в принципе, можно обоим не менять фамилии. И каждый из детей у них, в будущем, спойлер, они в конце будут вместе. И вот если у них будут дети, каждый из них сможет взять фамилию одного из родителей. А если она будет еще и двойная, это будет прекрасно. Значит, она с ним знакомится, и очень сильно ему навязывается. И так происходит, что постепенно, ну, как постепенно, лично для меня вот это от ненависти к любви произошло очень быстро, потому что там произошла одна форс-мажорная ситуация, и так получилось, что Татьяна подвезла его на своей машине к нему домой и напросилась к нему в гости. И они провели какое-то время вместе, при этом там произошло несколько ситуаций, две конкретно, где выглядело это, как кто-то распускает руки. Потому что лично для меня, когда даже, окей, я могу говорить молодому человеку, что он мне нравится, но при этом не давая себя лапать и делать то, что делал Олег. И у меня в картине моего мира не укладывается, как человек, который пытается выглядеть приличным, выглядит вот так в глазах читателя, то бишь меня. Ну, то есть вот этот момент, когда уже ненависть прошла, и у них появились первые чувства, но они типа друг друга, они отрицают это, потому что Таня, она в принципе тоже изначально не собиралась с ним встречаться по-настоящему. Она его просто хотела уловать, чтобы он на неё повёлся, но при этом сама, видимо, предполагала, что он ей настолько неинтересен, что мысли о том, что она может в него влюбиться, у неё не возникало от слова вообще. И когда вот после этой встречи она такая, что это, что это? Боже мой, Таня, ты что? Ты в него начала? А ты что такое? У тебя коленки трясутся? Я думаю, господи, серьёзно? Ну, настолько быстро, при том, что, как я поняла, он вообще не её типаж по внешке. И то есть поплыть просто от того, что тебя там потрогали, если что, это сейчас звучит как-то, может, очень двояко и 18+, но нет, там просто, он её позажимал в углах, где-то он там её что-то, по-моему, поцеловал пару раз, я такая, ну, просто там что-то в шею, в щёку, я такая думаю, господи, мужчина, я, конечно, не эксперт, но что ты делаешь? Почему надо трогать её? Она не знакомая, она вообще зашла к себе в туалет сходить. Ты что, блин, отстань от неё. Сейчас так звучит, как будто он извращенец, но всё равно у меня есть очень много вопросов вот этой сцене, и из этого выходит то, что и дальше, в дальнейшем тоже есть вопросы именно по правдоподобности. И я вовсе не говорю о том, что любовные романы, они должны быть наполнены прям жизнью. Ты вот смотришь, в жизни всегда так. Ну, конечно, нет. Но просто есть там несколько моментов, которые заставляют меня задуматься, насколько сам автор на опыте. Сюжет у нас, в принципе, незамысловатый, они там начинают потом встречаться, потом это скрывать. Во второй книге, кстати, появляется какой-никакой конфликт, который может и их рассоединить в теории, и, в принципе, как бы общество давит на них. Но в первой книге этого конфликта как такового нет. Да, есть вот эта тема, что можно сделать этот конфликт с Василиной, между Василиной и Татьяной, между Василиной и Олегом, и между ними тремя. Можно было сделать конфликт, что, например, она начала с ним встречаться, он на неё повёлся, реально начал влюбляться, но при этом он после узнал бы, что она его просто использовала. Но она, например, ему не сказала о том, что она за это время в него влюбилась. И был бы конфликт, то, что вот он думает, что она им играла и сейчас бросит, и никаких чувств не было, и всё, что было между ними, там, 100-500 сопливых и милых доблёваний свиданий, это было всё наигранное фальшь. Вот вам такой конфликт. Мог быть конфликтер, а не можно было раскрутить эту тему, её тяготит, то, что она из богатой семьи, а он добился, типа, всего сам. Кстати, об этом мы тоже сейчас поговорим. Можно было это разыграть так, что у неё это был бы такой конфликт с ним, с обществом, то, что её воспринимают как просто какую-то пустышку, и всё, что она добилась, это родилась в хорошей семье, богатой, и все её проблемы решает папа. Но такого конфликта тоже нет. Он ей кинул это, что она такая, когда они ещё там, ну, были в такой конфронтации, и он пытался её оттолкнуть от себя, потому что он не понимал, что им ей нужно от него. Он преподаватель. Кстати, я забыла об этом сказать. Он преподаватель в её университете, просто на другой кафедре. Она студентка. Это как бы не запрещено, потому что она совершеннолетняя, но ему всё равно это сейчас не нужно. И он ей кинул то, что вот, ты из такой, ты из богатенькой семьи, ты не знаешь цену деньгам, и тут такая ходишь мажорка. И она ему после этого буквально там в следующей главе, когда она, кажется, у него уходила из его дома, сказала ему, что вообще-то я знаю цену деньгам, и всё, конфликта нет. И по факту как бы есть второстепенные линии сюжетные. Как бы да, там есть какие-то небольшие конфликты. Во второй книге, кстати, вот эти второстепенные сюжетные линии, там усиливаются конфликты, и это интересно. Особенно вот мне понравился конфликт именно у сестры, хоть он достаточно банальный, и сестра, в принципе, такая размазня, и у Василины. Вот Василина для меня один из самых сильных персонажей книг, потому что у неё есть мотивация, почему она всё-таки конфликтует с главной героиней, что было перед этим, почему ей так тяжело, что она хочет делать, она как-то развивается. И под конец книги финал для этой героини для меня был прекрасен. И вот здесь я вижу конфликт. У главной героини я его не вижу. Да, во второй книге он появляется, но до второй книги надо ещё дожить и прочитать первые 500 страниц истории. Несмотря на то, что эта история от ненависти до любви в принципе почти сразу теряется и становится какой-то иллюзорной, всё равно она немножко присутствует. И они только начинают, когда уже встречаться. Во второй книге это всё разгоняется, начинаются 100-500 этих свиданий, непонятно чего. И по факту нам, ну, например, мне было бы интересно почитать о том, когда вот мне говорят то, что там просто идёт два пова. Первый — это от лица главной героини, от первого лица. А второе — это когда хотят показать Олега. И я очень благодарна, что нет вот этого пова тоже от первого лица, только от мужского. Потому что для меня нет ничего плачевнее, когда ты вот это читаешь и понимаешь, что женщины не разбираются в мужских мыслях, но при этом делают вид, что пиздец шарит за это. Здесь было просто от третьего лица, да, были какие-то его мысли озвучены, но при этом не было такое, что я это сделала, я то сделала. Я такая, блин, вот давай я тебе скажу, что ты реально делал в этот момент и не будем тут это бабку лохматить. Но во второй книге делают акцент, и в первом принципе тоже, по-моему, что вот они так нашли друг друга, то, что они друг друга дополняют, хотя, блядь, люди не должны друг друга дополнять. Если вам нужен кто-то, кто вас будет дополнять, у меня для вас плохие новости, потому что человек, он как бы один. У вас не полтора дровосека, землекопа и всего остального. Вы целый один человек. Но я тут уже начала душнить, поэтому вернусь к тому, что есть там такие моменты, что они говорят мне, мы так долго, мы начали разговаривать, мы говорили обо всём. Скажите мне, о чём вы говорили? Просто, да вы можете даже не показывать это в диалогах, просто расскажите, о чём вы говорили. Что вы сошли на какой-то мысли интересной, ещё что-то, что вы нашли какие-то общие точки соприкосновения в каких-то темах. Вот это мне покажи. Мне не нужно, блядь, показывать, как вы там 150 раз куда-то сходили. Ай, закручивается какая-то ситуация нехорошая. Я чувствую. Попёрлись они на каток. Я обожаю эту тему. То есть всё это как бы клише, но я, например, у себя в голове тоже мыслю по клише, когда воспринимаю какой-то свой иллюзорный мир, где тоже бабочки, радуга и мужчина мои мечты условно, да? Но я пытаюсь туда внести немножко реализма и реальности. И когда, да, они пошли на каток, и, конечно же, кто-нибудь из них не умеет кататься, и это будет парень. У меня в голове тоже, потому что я там умею кататься. Но я просто не могу представить, когда вот это... Они там типа падают, и, конечно же, упал он и за собой её потянул. И они начали целоваться условно. Хотя, блядь, фу. Он, во-первых, тебе почки застудит на этом льду, пока валятся. Во-вторых, постыдитесь людей вокруг. Извините. Ну, пожалуйста, можно как бы под немного уходить от этого на людях. Всё. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Но я просто представила этот момент, что, ну, хорошо, он не толстый, она не толстый, но у них разница в весовой категории, наверное, ну, минимум килограмм 30. Суть на то, что описывают, что она такая маленькая, хрупкая. Ну, ладно, может быть, пусть будет 20. Она весит 50, он 70. Вот какова вероятность, что он упадёт не на лёд, а на неё? И вот в этот момент я такая думаю... А я думаю об этом, потому что меня уже начинают бесить книги, потому что, мы сейчас тоже обсудим, почему, и объём, офигеть, какой, и сюжета не так много, и вот это всё растрачивается временно, все эти описания, всего, чего только можно, 150 раз они переоделись, постоянно эти запахи, кто чем пахнет. И по факту одна и та же мысль озвучивается, и когда это происходит, я начинаю беситься, и для того, чтобы продолжить книгу, потому что я стараюсь не кидать начатые книги, тем более здесь был ещё аудиоформат, и было как-то полегче, я начинаю очень сильно иронизировать, очень сильно подкалывать героя, и вот всякие такие, и в такие моменты я как раз-таки дохожу истину в том, что как бы очень много моментов неправдоподобных, это меня начинало немного бесить, ну, как вы уже понимаете, но с чего это всё складывалось, то есть это же не так, что я вот села, так я думаю, так, буду придираться к книге, мне, в принципе, это не нужно было, я изначально хотела познакомиться с автором, потому что у неё большие тиражи, она популярна, очень жаль, что она умерла, как я поняла, никто не знал до этого момента её настоящее имя, рассекретила его тётя, как раз-таки, когда она умерла, просто хочу сказать о том, что я без понятия, что это за автор, не состою в фандомах, не шарю за вообще там других персонажей, других книг, опять же, я начинала читать, потому что для меня весь мир открыт, в том числе и книжный, и почему бы мне не попробовать читать что угодно, я для себя поняла со временем, что мне нравится реализм, и, наверное, какое-то комедийное фэнтези, поэтому всё остальное это как дополнение к основному, что я читаю. Я открываю для себя новых авторов, я читаю тех, кого уже читала много раз, и это проверенные авторы, и я открыта к новым жанрам, в том числе и романтика. И спойлер, несмотря на то, что я говорю про Анну Джейн сейчас и буду говорить дальше, я хочу прочитать её поклонников, я хочу попробовать почитать её другие произведения, которые, получается, тоже в связке, потому что у неё, по-моему, нет одиночных, если я смотрела, и ещё, да, вот я хочу почитать «Ненависть в любовь» и «Любовь в ненависть». Для меня от таких книг нужно отдыхать. И я изначально, когда только первую книгу читала, я уже начала смотреть себе издание, которое я захотела купить. Под конец второй я просто такая «Нахер, нахер, не буду». Но сейчас я понимаю, что пройдёт немножко времени, и я подостыну, и я их куплю себе в коллекцию, потому что, на самом деле, это не самое худшее, самого Олега пару слов. В принципе, его образ вот этого такого из грязи в князи лично для меня он банален, потому что очень сильно попахивает историей мистера Грея из «Пятидесяти оттенков серого», где он, конечно же, сам всего добился. У этого, правда, я просто не знаю, я не смотрела и не читала «Пятьдесяти оттенков серого», но, по-моему, там тоже была какая-то богатая семейка, если я не ошибаюсь. Или это было в «После». Короче, я помню, что у кого-то там была какая-то такая типа семья, но при этом он сам всего добился. Здесь примерно такая же ситуация, потому что у него была бабушка, но она от него отреклась, и бабушка достаточно богатая женщина, и его воспитывали обычные люди, и при этом он смог достичь того уровня жизни, который, в принципе, позволяет ему делать многие вещи и производить впечатление на дам. Я не думаю, что только на дам, но, в принципе, вот этот такой вайб того, что он и очень умный, потому что он занимается научной деятельностью, он преподаватель, плюс он там какой-то айтишник, поэтому он много зарабатывает там с компанией, в которой он состоит как один из владельцев вместе со своим другом. Но при этом я могу сказать о том, что вроде в тексте обговаривается, что у него были девушки и до Василины, ну и, соответственно, до Татьяны, но при этом ведет он себя на самом деле как ребенок. Честно, я не могу говорить за молодых людей, потому что я не молодой человек, я и не молода, и не человек, ну вообще, карты не сошлись. У меня возникло такое ощущение, что да, безусловно, я верю, что есть люди с вот этим синдромом постоянной ревности, но мне не хочется верить в то, что 30-летний мужик, а у них 8 лет разницы, при том, что у него темперамент, его пытаются показать, что он такой очень спокойный, размеренный, очень рассудительный, всегда руководствуется только своим мозгом, а не какими-то чувствами, то есть он очень рациональный, и типа с ним сталкивается такая Татьяна Ветьмина, которая такая прям девочка-зажигалочка, сначала делает, потом думает, хотя на самом деле она тоже достаточно рациональная, и в принципе, вот особенно на фоне сестры видно, что она достаточно взрослая, она очень такая техничная, она много что продумывает, все свои действия, ну ладно, может не все, но у нее всегда есть какой-то план действия, и поэтому как бы вот они скорее сошлись именно на этом, плюс то, что она более молодая и живенькая, и за счет этого как раз таки может сложиться вот этот диссонанс характеров, и типа, что две противоположности сошлись, на самом деле, как мне кажется, они не противоположности, тем не менее, хочу отметить то, что как раз таки Олег Владыка на мой сугубо субъективный взгляд, я его считаю очень инфантильным, потому что у него есть моменты, сцены, где он себя ведет действительно как человек, у которого никогда до этого не было отношений, либо они были, но они были настолько мимолетными, что он никогда для себя даже не проводил анализ своих действий в этих отношениях, потому что я уверена, что и предыдущих девушек, если они условно давали поводы, то есть если он там их видел, как они разговаривают, например, с другим молодым человеком, или с ним смеются, или там, ну еще что-то, он не мог воспринять, что это просто молодой человек, это не значит, что она с ним будет спать, что она теперь с ним будет встречаться, и все такое, и для меня лично вот эта тема, что он прям вот до дрожи в коленках не мог видеть, как Таня с кем-то там может разговаривать, смело проводить время, при том, что это ее одногодки, одногруппники, и в какой-то степени друзья, для меня это было немножко поразительно, плюс, ну блин, я тоже об этом не хочу думать, но скорее всего так оно и есть, но в моих розовых мечтах, конечно же, нет, вот эта тема, что он постоянно был повернут на ее теле, что он постоянно видел в ней, ну то есть вот когда идет Пов от его имени, так сказать, и он постоянно говорит о том, что она красивая, что какой у нее аромат, вот этот духи ему нравится, и то, что она красивая, что у нее офигенная фигура, у нее классные волосы, там вот эти зеленые, как у его кошки, и вообще он ее постоянно сравнивает со своей кошкой, я не знаю, это вообще норм, нет, они там ведут какие-то беседы, и вот болтают часами напролет, не упоминается, о чем они говорят, и соответственно, когда он смотрит на нее, он вспомнит только то, что она вот, ну она находчивая, что она забавная, но как по мне, это не описывает человека как человека, какие-то черты его характера, это неплохо, но просто ты это увидел, когда она была в каких-то стрессовых ситуациях для себя, и она поступила так, и тебе скорее забавно, чем ты ее воспринимаешь всерьез, он не думает о том, что она действительно умная, что у нее есть какие-то планы на жизнь, что она, например, хочет попутешествовать, что у них вот это сходится, либо те же, например, что-то они общие читают, хотя там тоже была сцена с книгами, но она ни к чему не привела, и вот это, конечно, здорово, что он на таком, блин, я не хочу, конечно, говорить на животном уровне ее хочет, но мне кажется, что все-таки важно, когда у людей есть какой-то коннект, и что он не зациклен только на какой-то внешке, и понятно, что, наверное, автор хотел показать, что он у них есть, но, к сожалению, я его не увидела, потому что, да, я человек визуал, мне нужны примеры, мне недостаточно просто сказать, что они там обсуждали что-то часами на пролет, покажите мне, что они обсуждали, расскажите мне, что они обсуждали, но давайте поговорим на чистоту. Язык повествования очень скудный, как и сам в множестве повторений, каких-то неинтересных сравнений, эпитетов и всего остального, так и в том, что из-за того, что объем большой, лично для меня очень сильно бросается в глаза, например, постоянная авторская речь в диалогах. Первый можно прям посмотреть, сколько раз, например, говорится слово «красивый», «сказал», потому что вот это происходит, но постоянно сновидно, «она сказала», «он сказал», «она заметил», «а да-да-да», я такая «господи, ну а мне нахера эта информация? Можно я просто диалог быстро прочитаю и все, и дальше, 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 и дальше». И сейчас для наглядности я вам зачитаю этот моментик, потому что, ну их там много, но я этот просто отметила еще в начале и решила, что все остальное я даже не буду скринить, потому что там, в принципе, смысл понять даже по этой части. Сразу скажу, читаю я по ролям не очень важно. Привет. Милейшим голосочком сказала я. «Как дела?» «Дела хорошо», растерянно, ответил Петя. «Хочешь сходить в кино?» «У меня есть два лишних билета», сообщила я весело, зная, что он клюнет на это. «Ты серьезно?» недоверчиво уточнил Петя. Я закатила глаза. «Конечно, серьезно!» «Это будет моя благодарность и твою помощь, милый!» «За какую еще помощь?» насторожился он. «Скажи, ты ведь можешь по номеру машины узнать, кто владелец?» проворковала я. «Могу, но...» «Котик, пожалуйста, узнай. Один нехороший человек оставил царапину на моей малышке, а сам уехал, но я успела записать номер», соврала я, не моргнув и глазом. «Очень нужна помощь такого талантливого парня, как ты. Поможешь?» «Диктуй номер», вздохнул Петя. «И дай мне полчаса. Найду базу». «Господи, какой ты невероятный!» неискренне воскликнула я, но он мне поверен. Я извиняюсь, а зачем вот эти все уточнения? Я даже не буду говорить, что неискренне воскликнула я, в принципе, не нужна. Ну, ладно, окей, хорошо, опустим, пусть будет так. Можно оставить вздохнул Петя, с учетом того, что, как бы, да, в аудиоформате это все обыгрывается, и там, мы даже чувствуем, слышим этот вздох, когда говорится сразу «Диктуй номер», но когда говорится о том, что она соврала, не моргнув глазом, нам это не обязательно знать, потому что это тублируется информация, потому что перед этим диалогом нам объясняется, что она хочет, и что она специально звонит этому парню, чтобы добиться от него нужной информации. И, в принципе, вот все сноски вот этой авторской речи, они ни к чему не приводят, нет никакой новой информации, которую бы мы узнавали про героев в данный момент времени, когда они разговаривают. И когда это постоянно на основе происходит во всех диалогах, когда ты читаешь уже и первую книгу, когда ты дочитываешь, и когда это уже вторая книга, твои нервы на исходе. А я все-таки советую читать книги, когда это цикл, стараться читать их все подряд, либо делать очень маленький перерыв, потому что потом вам влиться будет очень-очень сложно. Поэтому я сделала на собой усилие после первой книги, я сразу начала вторую. И потому что первая книга просто обрывается, и тебе приходится читать сразу вторую, потому что ты либо потом засубудишь половину вещей из первой книги, что так, в принципе, и произойдет, плюс то, что у тебя уже не будет такого запала, узнать, что там было дальше. Потому что ты просто забудешь. А я вас уверяю, вы забудете о том, что происходило буквально через 3-4 книги, если вы другие прочитаете, в случае на то, что если вы еще читаете медленно, ух, понеслась. Очень многие говорят про то, что Анджей, она, во-первых, про нас, про людей, и это правда, в принципе, она вот пишет про аудиторию, которую ее читает, и то, что у нее какой-то невообразимо классный юмор. Здесь я могла бы чуть-чуть поспорить. В первой книге действительно он есть, очки обыграно очень мило. Мне на самом деле нравилось, я прям даже хихикала. Во второй книге я этого сильно не заметила. Возможно, то, что упор был сделан на другое. Плюс то, что, наверное, там был уже вот конец, и к середине была бы какая-то там разворачивалась драма, и не совсем были уместность шута. Теперь я хотела бы поговорить про правдоподобность, но не ту, про которую я уже упомянула в начале, а скорее о насмотренности, опытности самого автора. Я, в принципе, могла бы представить все, что угодно, окей, хорошо, все, что описывалось, ну, в какой-то степени могло бы меня будоражить. Я имею в виду всякие сцены, где они друг на друга томно дышали, целовали, лапали, но при этом не было ничего дальше. И причем, кстати, я читала отзывы, и там прям есть несколько комментариев, которые говорят о том, что, ну да, неплохо, но что-то сцена секса что-то перешла на вторую книгу, и что-то как-то очень долго тянули. Это правда. И я сразу оговорюсь, что мне, в общем-то, я читала явно не из-за этой сцены. Ну, ребят, ну серьезно. Не то, чтобы я ее сильно ждала. Иногда было прикольно, ну, в первой книге, наверное, когда они там так-то друг с другом заигрывали, и что-то там аля намечалась, но при этом ничего не было. Ну, было просто приятно на самой эйфории, потому что лично у меня первая книга, большая ее часть, оставила положительные эмоции, хоть под конец она меня уже начала подбешивать, но в начале и в середине я искренне там, не то, что сопереживала героем, но мне было интересно, что будет дальше, хоть я и понимала, что будет дальше. Но было лично для меня очевидно, что сцена Саити, так скажем, это не самое главное, что будет в этой книге, и мне, в принципе, не важно, когда это произойдет. Скорее меня уже подбешивало, что это не происходило, не с точки зрения того, что я хотела почитать описание чего-то очень горячего, а то, что как-то это все выглядело очень странно, и типа вот-вот-вот сейчас будут, и их там кто-то прервает, и это выглядит немножко кринжово. Действительно, сцена была во второй-третьей книге, и, ну, она дохленькая, там по факту ничего нет. То есть поцелу автора получается описывать явно лучше, чем что-то более горячее, то есть он любит, он умеет подводить к этой сцене, он умеет вот взбудоражить, ну, а потом ты просто переворачиваешься в странице и такой, а, все, ну... ЖАЗИ ответила на поцелуй, и они взяли друг друга в страстных объятиях рухнули на запусть. Через некоторое время растрепанная ЖАЗИ поднялась с СОФИ и принялась приводить себя в порядок. Опять же, я не говорю о том, что мне нужно было что-то показывать. Просто я думала, что если автор все так расписывает, то здесь он тоже распишет, и, может быть, что-то интересненькое покажет. И уже должна была закончиться книга почти. Одна из таких финальных сцен перед тем, как Олега знакомит с семьей Татьяны. Они там что-то... Ну, там, короче, произошли кое-какие события, не будут спойлеры тем, кто еще не читал, кто читал, знает, о чем я говорю. И, значит, она у него задержалась, хотя она была под домашним арестом, должна была уже ехать домой. И тут ей звонит мама, и она говорит, ой, я сейчас приеду. Он говорит, все, приезжай тогда со своим парнем, раз вы там где-то не пойми где шарахаетесь. Там и так как это ПОВ от главной героини, то там как бы говорится, почему они вообще так задержались, ну, в смысле, она, и что она еще не дома, хотя она уже должна была быть дома. Потому что они целовались под душем. Я такая, что? Серьезно? Серьезно? Да, серьезно. Потому что это максимальный кринж. Ну, то есть, я могла в каких-то моментах понимать, что это кринж, и это неправдоподобно от слова совсем. И видно, что автор, ну, как будто пишет просто из каких-то своих фантазий. Но я не могла это никак аргументировать, потому что я думаю, блин, ну, какое-то по-своему, все люди разные. Но вот эта сцена показала мне, что, ну, не, 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 человек не знает, о чем он пишет. Потому что под душем, когда вы стоите и не просто, типа, целуетесь и друг друга намыливаете мочалочкой, а именно под душем, под водой стоите, целоваться невозможно. Ну, либо возможно, но это пиздец стрёмно, и это делается, когда снимают кино. Когда вы стоите именно прям по душе, прям по самим душе, а там было сказано, что это так и было, потому что она намочила волосы, и, типа, ей надо сейчас еще собираться долго. И автор явно просто насмотрелся всякого кинца, и начитался всяких фанфиков или других любомных романов, и решил это воплотить и в своей книге. Резюмируя, могу сказать, что книги неплохие, и это не значит, что если мне какие-то моменты не понравились, что я пожалела, что я их прочитала. Единственное, то, что меня тебя тяло, что очень долго это все тянулось, и вторая книга, хоть там и был вроде как сюжет такой, ну, он был, и были какие-то конфликты, но все равно показалось мне очень затянутой, возможно, потому что я устала уже от первой. Но, тем не менее, для любителей данного жанра я не вижу никаких препятствий для ее прочтения. Но я хочу не то, что прям порекомендовать в противовес данной книге. При этом я могу сказать, что из подобного жанра я для себя, наверное, выбираю в предпочтении что-то другое, и про это что-то другое я вам сейчас расскажу. Все вы, наверное, слышали, либо смотрели, либо и читали, и смотрели, либо только слышали, но при этом слышали про автора Джоджа Моэс и ее «До встречи с тобой». Есть фильм по первой книге, книг три, если кто не знал. Я их прочитала всем. Могу сказать, что с главной героиней у меня связаны на самом деле очень теплые взаимоотношения в плане того, что я в ней в какой-то период своей жизни видела себя. Мне главная героиня безумно нравится. Несмотря на то, что в некоторых моментах я, ну, не могу сказать, что ее осуждаю, но мне печально, что есть люди, которые так живут, плывя по течению. При этом я понимаю, что в какой-то период своей жизни я была такой же. Тон же троп от ненависти к любви. В первой книге все заканчивается на самом деле трагично. Я не знаю, ну, это спойлер, не спойлер, но в принципе думаю, что многие об этом знают. Вторая книга для меня была такой нейтрально скучной немного, но я понимаю, что такое было необходимо, чтобы это был переходный мостик к третьей книге, где главная героиня достигает того финала, который действительно она заслужила. Я безумно была за нее рада. И могу сказать о том, что если смотреть именно вопрос с конфликтом, насчет языка повествования я, честно, не помню, потому что читала три года назад, наверное, еще до карантина. Я слышно легкий язык повествования, но мне что очень понравилось, то что в каждой книге есть конфликт, и не все, конечно, но основный конфликт крутится все равно вокруг главной героини. И это здорово, потому что в конце каждой книги она его тихоньку решает. В третьей книге вообще-то очень здорово раскрывается, что она, находясь с собой в конфликте, при этом помогает другой героине решить ее конфликт с миром, с ее супругом, с самой собой. Да, безусловно, это тоже такая развлекательная литература определенного жанра. Мне нравится, что даже в таких, ну, условно, незамысловатых книгах поднимаются вопросы, которые заставляют тебя задуматься о многих вещах и в своей жизни. Помните, я говорила про то, что у Олега и Татьяны все взаимодействия происходят на уровне какой-то страсти, какого-то притяжения друг к другу в физическом влечении, потому что они видят друг другу и, наверное, больше каких-то сексуальных партнеров, их тянет на физическом уровне. При этом, да, безусловно, у них есть химия, но, к сожалению, лично для меня автор это не раскрыл в каких-то общих интересах, в общих намерениях на жизнь, в каких-то ориентирах, путях, в чем могут люди сойтись. Например, они оба хотят в какой-нибудь большой круиз отправиться. Она такая, я тоже хочу, она такая, ты тоже, и я, и я хочу. Этот прием очень хорошо использован в книгах Джорджа Моэс, потому что изначально, да, они две противоположности, но при этом, когда они появляются в жизни у друг друга, они привносят в эти жизни частичку себя. Лоиза показывает Уиллу в самый его тяжелый период жизни, когда у него затяжная депрессия, что все-таки можно открыть шторы, и даже на пасмурном небе может появиться лучик света. Он ее привносит немножечко в такой более спокойный, какой-то аристократический мир, где можно ходить в оперу, в театр, смотреть кино с субтитрами. По истечению срока пребывания Луизы в доме Уилла, каждый из них получает то ценное, что у одного было в жизни, но он об этом забыл, и сейчас она ему изо всех сил пытается это напомнить. А она получает тот опыт, которого у нее не было, при этом открывает двери во что-то новое, а самое главное она получает веру, что в нее верит кто-то для того, чтобы она продолжила свой путь и стремилась к мечте. И мне бы хотелось сказать, что, наверное, в данной ситуации я бы выбрала все-таки химию между людьми, нежели физику. А вы? Я просто хотела показать, что в подобном тропе от ненависти к любви есть еще и подобная литература, которая, например, мне понравилась, а не так, что мне, например, не нравится вообще вся романтика, я вообще ее хейчу, и надо быть серьезными, и вот вообще не надо такое читать. Нет, я в принципе могу порекомендовать и Анну Джейн, и Джо Джо Моэс. Вы можете почитать и других авторов, посоветовать мне кого-нибудь. Я вот пыталась читать Асю Лавринович, но у меня не получилось. Но меня подкупает то, что идет в книгах всего по 150 страниц, что не может не радовать в связи с событиями данного видео. В любом случае, мне было бы интересно почитать, что вы думаете про Анну Джейн, Джо Джо Моэс, либо других авторов, которые вы читаете в данном жанре, и что вы считаете, что мне должно зайти как человеку, не сведущему в этом жанре. Поэтому я вас жду в комментариях. Надеюсь, вам было интересно послушать мою позицию на данный счет. Надеюсь, никого не обидела. Если обидела, не обижайтесь. Вы не первый, вы не последний. Я говорю, как хочу, потому что ты на меня давишь постоянно. Я говорю, как хочу. На меня давишь. В любом случае, я надеюсь, что у вас прекрасный день. Несмотря на погоду за окном, если она у вас пасмурная, помните, не выдавайте никому себя в обиду, не разрешайте никому портить себе настроение, потому что вы можете это сделать сами. С другой стороны, можно этого не делать. И жить свою жизнь прекрасно, доказывая себе и всем остальным каждый день, что вы офигенные, и у вас все получается, и обязательно все получится, если вы только на начале своего пути. Хорошего дня и до новых встреч. Пока!